МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. В начале октября в России отмечается День работников сельского хозяйства. В это время, когда основные работы в полях уже завершены, принято награждать лучших. Среди тех, кто в этом году получит почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», есть и специалисты управления сельского хозяйства. Работать в сельском хозяйстве Ралиф Салиманов пошел по стопам родителей. Его отец долгие годы трудился трактористом и бригадиром. Без малого 40 лет назад, будучи молодым специалистом, Ралиф пришел экономистом к колхозу «Рожай». Спустя 7 лет стал руководителем этого хозяйства. После работал главным агрономом в Янаульской машино-технологической станции. Сегодня Ралиф Салиманов – главный агроном управления сельского хозяйства. В этой должности он уже 15 лет. Специфика требует разносторонних знаний. Это и управление сельскохозяйственным производством, и его совершенствование. В течение зимы мы занимаемся планированием по всем культурам, какие семена нужно быть семеноводством занимать для обновления, какие семена элитные, какие семена нам требуются. Дальше рассчитываем и удобрения, сколько нам удобрений понадобится, чтобы получить определенную урожайность в каждом хозяйстве и в целом по району. Перед каждым видом работ у нас в течение года проводятся семинары. Первые у нас проходят перед началом посевных весеннеполевых работ агрономической конференции в районе. В летний период уже у нас наступает кормозаготовка для животноводства. Также проводим семинар по заготовке кормов. Считаю, правильно выбрал эту профессию, потому что земля, она всегда притягивает к себе, можно сказать. Кто чувствует запах земли, особенно это при вспашке, это незабываемо, это притягивает, это я еще раз повторюсь. Поэтому в сельском хозяйстве работать очень, как бы сказать, простыми словами, очень почетно, можно сказать даже, да, потому что она всем ежедневно нужна, вот эта работа. У нас в основном где-то процентов 60 кислые, среднекислые почвы. Вот на этих почвах, чтобы нужно работать, уменьшилась кислотность, это нужно сегодня работать над известкованием почвы, вот в моих планах, чтобы довести для каждого хозяйства, руководителя, агронома, чтобы он работал над этим вопросом, над уменьшением кислотности почвы. 12 лет главным бухгалтером управления сельского хозяйства работает Александр Васиулин. Признается, что работа интересная, умение правильное и убедительно донести свои мысли до руководителей хозяйств, точности в расчетах, вот главные качества грамотного специалиста, признается наш герой. Благодаря учету можно построить прогноз развития хозяйства, определить, над какими показателями нужно еще поработать. Сельским хозяйством Александр связан с детских лет. Я выроженец в деревне Шудек, работал в сельском хозяйстве, родители работали в сельском хозяйстве. Со школьницами уже в каникулы выходили помогать. В детстве пас поросят, свиней пас, потом помощником комбайнера работал. После школы сразу в армии, после армии опять к себе же хозяйство вернулся, начал разнорабочим, отработал помощником комбайнера, скотником работал. Из-за здоровья обучился на бухгалтера с этого времени, в 60. Я в 83-го года, в 84-го года уже работаю бухгалтером. В хозяйстве дошел до должности главного бухгалтера, работал 3 года председателем хозяйства «Победа». Администрация попросила перейти на работу бухгалтером в администрацию. Уже 12 лет, но здесь управление сельского хозяйства главным бухгалтером. В профессиональной сфере хотелось бы, в прошлом году итоговой, когда делали, на уровне главы администрации даже, мне хотелось бы, чтобы Одинэску все ввели в хозяйство, в программу Одинэску в бухгалтере. Сельское хозяйство очень удобное, оно сразу показывается, все виды, все налоги видны сразу уже. Там не надо считать отдельно налоги, потому что компьютер сам считает и выводит даже плачужные поручения. В личной жизни у меня все хорошо. Вчера вот исполнилось 60 лет, у меня веление, дата была вчера. Дети приходили, поздравляли. Так вот землю оформил, пасеку, на пенсию пойду, я со школьницками пчелами занимал. Пасеку вот хочу для себя оформить. Ну, по идее, оформил уже, поставил в этом году. Пока улья маловато, до 50, наверное, дальше буду держать. В управлении сельского хозяйства нашего района работает 13 человек. Их работа включает консультирование сельхозтоваропроизводителей, помощь в оформлении документов, ведении деятельности и при получении грантовой поддержки российских и республиканских программ. Своим опытом специалисты делятся с коллегами, обсуждают путешествия различных задач. В связи с празднованием Дня работника у нас два специалиста управления сельского хозяйства будут награждены высокими наградами. Это наш главный агроном управления сельского хозяйства и главный агроном района, можно сказать, будет награжден званием заслуженного работника сельского хозяйства. Про него хотел сказать Райлю Зикаевич у нас, как наш отец. Он всю жизнь свою трудовую деятельность посвятил сельскому хозяйству, родился и вырос на этой земле. Он знает все поля. Когда мы с ним выезжаем на поля, все проулки по всему району, он каждое поле, где находится, знает. И каждое поле, что может дать, какое качество этой земли. Звание заслуженного экономиста республики Башкорстан получает главный бухгалтер-эксперт в управлении сельского хозяйством. Как и многие наши работники, он тоже всю жизнь отдался сельскому хозяйству. Его опыт тоже, я считаю, бесценный. Он, как мой старший товарищ, я часто у него консультируюсь. Кроме того, специалисты управления занимаются контролем полевых работ в хозяйствах, проверяют соблюдение технологических процессов. В настоящее время основные работы в полях завершены. Сейчас в хозяйствах заканчивают спашку зяби. Сроки ее проведения и качество выполнения работ во многом влияют на будущий урожай. Так, в обществе Победы для вспашки используют дискаторы плуг. При обработке почвы важно соблюдать нормативы глубины борозды. В этом году здесь спахано порядка 4000 гектаров зяби. В целом по району обработано более 19000 гектаров площадей. Азимыми культурами засеяно 5000 гектаров. В том числе азимы ржи, только посеяно 4965 гектаров. Если посмотреть на их состояние, на качество, то есть, конечно, различные поля. Есть хорошие, удовлетворительные. Но в целом из-за засухи у нас посев азимых, надо сказать, задержался на немножко. Но в основном хозяйство старались сеять и посеяли. Но сходы получились, я бы сказал, нормальные. Есть надежда, что на следующий год из этих посевов мы получим урожай. Азимая рожь для нашей зоны очень даже нужная, надежная культура. Мы стараемся ежегодно увеличивать площади посева азимых культур. Вот нынче и в прошлом году, в последние годы начали высевать азимую пшеницу. Азимая пшеница в наших условиях при хорошо подготовленной почве тоже дает хорошие урожаи. Есть поля по азимой пшенице тоже, которые дают урожай с гектара свыше 30 сантиметров. Есть у нас на примере такие фермерские хозяйства. Нужно заниматься постоянно над подготовкой почвы, над удобрениями. Удобрением обязательно нужно удобрять спрос у азимой пшеницы, чем у азимой ржи. Чуть-чуть побольше на питательные вещества. Поэтому в дальнейшем хотелось бы, чтобы хозяйство все занимались этой культурой, увеличивали площади. По словам специалистов, в следующем году они планируют засеять порядка 30 тысяч гектаров площадей, при этом увеличить и долю зерновых культур. Работы предстоит немало, но сельхозработники не боятся сложностей. Благодаря их труду, все намеченные планы постепенно притворяются в жизнь. Муляра Ситтиква, Алмаз Акбиров, служба новостей Янаульского телевидения. Большая перемена. Всероссийский конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь важны не оценки, а способность нестандартно мыслить. Ученики пятых-десятых классов могут найти направление по душе. Журналистика, спорт, экология, творчество, патриотизм и многие другие. Каждый этап помогает определить индивидуальные особенности участника, а затем предлагает ему персональные рекомендации и карту профессионального развития. Второй год подряд участником Большой перемены становится Розеля Галиулина из села Сандугач. Девушка учится в 11 классе, а в будущем мечтает стать психологом. Розеля активно участвует в общественной жизни школы. Во всех мероприятиях учится на 4 и 5. Второй год подряд Розеля становится единственной школьницей из Янаульского района, прошедшей отборочный тур. На протяжении трех месяцев все участники решали специальные кейсы. А не так давно Розеля приняла участие в очередном этапе конкурса. Как и в прошлом году, я выбрала вузов Твори, так как считаю себя именно сильной в этом вузове, потому что я не представляю свою жизнь вообще без творчества. В прошлом году на полуфинал мы ездили в сентябре, а в этом году в конце сентября и до начала сентября. То есть в прошлом году он проходил в Нижнем Новгороде, а в этом году в прекрасном городе Казань. В Казани в этом году мы приехали. Сначала у нас было заселение, а потом шикарное открытие. После чего на следующий день, до решения кейса, наверное, самое сложное, мы решали кейс целых 9 часов. И это было очень сложно. В этом году наш проект был направлен на защиту почвы, так как почва разрушается и надо с этим бороться. Сначала мы придумали план, как можно осведомить людей об этой проблеме, а потом мы придумали бизнес-план, как найти экспертов, также волонтеров, которые могли бы нам помочь. Потом, ко всему этому, мы придумали игру, которая также может напоминать об этой проблеме, после чего нам пришлось его защищать полностью. Пользоваться какими-либо гаджетами было запрещено, то есть наша фантазия, наши руки и наши мысли, и больше ничего. Первый этап, когда мы регистрируемся, решаем, там можно проходить либо одна, либо же с командой, но я выбрала одна и решала все сама. А на втором этапе, полуфинале, мы решаем это все с командой. Команды собираются абсолютно рандомно, то есть нет каких-то определений, и мы решаемся вместе. А потом, как я знаю, в финале точно так же мы собираемся в команды и решаем. Но на финал я еще не попала, а в этом году мы пока ждем результатов. В целях реализации мероприятий Федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта здравоохранения в текущем году в республике запланирована замена фельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. Цель федерального проекта – достижение к 2024 году оптимальной доступности медицинской помощи для населения сельских территорий. В рамках реализации этого проекта в Янаульском районе продолжается строительство новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. ФАП устроится по современным требованиям, где будут созданы комфортные условия для работы персонала и получения необходимой медицинской помощи. До конца этого года модульные объекты появятся в шести населенных пунктах – Айбуляки, Иткенеева, Андреевки, Хаймашабаша, Ахтияли, Татарской Ураде. В Ахтияре возведение нового ФАПа идет полным ходом. Раньше сельчане получали медицинскую помощь в аварийном здании, построенном 57 лет назад. Уже 40 лет здесь работает преданная своему делу фельдшер Альбина Хасбуддинова. Нынче по программе начали построить новый ФАП. Я очень рада, я даже горжусь, что такой новый ФАП будет, и я буду там работать. Я проработала уже 40 лет, обслуживаю 380 человек в деревне, 6 детей до года и двое беременных. Я очень люблю свою профессию и горжусь, и помогаю с удовольствием. И когда вот помощь делаешь, такая радость, что помогаешь людям, радость приносишь. Оборудование желательно привезут, наверное, с больницы новые. И прием больных, прием здоровых детей. В конце октября, наверное, построят и перейдем в новый ФАП, будем работать. В Янаульском районе активно идет реализация программы поддержки местных инициатив. В деревне Петровка Орловского сельского поселения установили детскую игровую площадку. Изначально для будущей детской спортивной площадки было выбрано и подготовлено место. Затем сельчане приступили к сбору элементов конструкции. Местные жители активно участвовали в работе. Благоустроить эту территорию они хотели уже давно. Работа спорилась, постепенно площадка приобретала законченный вид. Для восполнения сил работников был подготовлен горячий чай и угощение. Как планируют сельчане, изменения на этом не закончатся. Позже здесь поставят забор и установят ворота на футбольном поле. Осенью 2020 года на собрании жителей деревни Петровка было принято решение по программе ППМИ приобрести детское спортивное оборудование. Ранее в данном населенном пункте отсутствовали какие-либо места для досуга как детей, так и подростков, также для молодежи. Поэтому данная детская площадка нам послужит положительным примером для благоустройства, во-первых, населенного пункта, во-вторых, для того, чтобы организовать досуг. В летнее время также в данный населенный пункт приезжает достаточное количество детей, которые тоже будут рады поиграть, значит, позаниматься спортом на данной площадке. Данное детское спортивное оборудование нам было доставлено вчера. Значит, жители деревни Петровка активно приняли участие в выгрузке. Также, значит, данная площадка будет устанавливана силами жителей деревни Петровки. Это их сплочает, объединяет. Отмечу, что ранее на данный населенный пункт обращалось недостаточно внимания, поэтому, значит, придя на должность главы сельского поселения, в первую очередь я для себя решила обращать внимание на те населенные пункты, которым ранее уделялось достаточно небольшое внимание, в том числе это и Петровка. У нас очень большие планы, и вот эта детская площадка нам подслужит, значит, большим толчком для благоустройства. Данная площадка, значит, послужит началом благоустройства данного населенного пункта, и мы надеемся, что не только благодаря проекту ППМИ, а другим проектам и вообще в рамках благоустройства данная деревня у нас будет процветать. Финал конкурса «Лучший преподаватель» организатора ОБЖ Республики Башкортостан состоялся в Уфе 14 октября. Всего в отборочном туре участвовали 16 муниципальных образований. В финал прошли 8 педагогов, в том числе и преподаватель из нашего района. Он и стал победителем престижного конкурса. На уроки побывала и наша съемочная группа. Это тонкий слой пересин, который называется шпон. В гимназии имени Ирика Муксинова Денис Тимирбаев работает уже 12-й год. Поначалу планировал преподавать историю, однако отслужив в армии, решил обучать детей основам безопасности жизнедеятельности и технологии. Сейчас оба предмета он преподает школьникам среднего и старшего звена. Признается, победа в республиканском конкурсе далась непросто и считает, что полученный опыт сможет использовать в своей работе. Это, конечно же, достаточно интересный конкурс, достаточно сложный и разносторонний. И дает он достаточно многое. Почему? Потому что можно научиться чему-то новому, узнать что-то новое, интересное. В победе, конечно же, повлияла подготовка именно наша, достаточно. Также, конечно же, повлияло то, что мы удачно выбрали тему интересную достаточно. И, конечно же, я считаю, чтобы побеждать таких конкурсов, нужно достаточно серьезно готовиться. В качестве преподавателя и организатора ОБЖ я работаю с 7 по 11 классы. Также являюсь учителем технологии в 5-8 классах. Ну и, конечно, являюсь классным руководителем 10-го В-класса. Я стараюсь прививать, конечно же, гражданственность, патриотизм, любовь к своей родине, а также, конечно, прививать здоровый образ жизни и занятий спортом. На уроках ОБЖ мы, конечно же, рассматриваем основы безопасности. В первую очередь, это военная подготовка, основы военной службы, основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. Также правила безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях, как социального, техногенного и природного характера. Своего учителя ребята любят и уважают. На этом уроке они изучают свойства древесины. Все эти знания пригодятся в будущем при изготовлении подела. У нас очень добрый учитель технологии. Он всегда все хорошо доносит до нас и помогает нам с упражнениями и так далее. Мне очень нравится урок труда, потому что там можно узнать про деревья, про то, как изготовляется что-то и так далее. Я раньше ходила на дополнительные кружки по типу выпиливания и так далее. Я очень часто выпиливал дерево. На уроке технологии очень интересно. Я тоже ходила на дополнительные кружки по резьбе, по дереву. Но здесь интересно выпиливать и делать что-нибудь из дерева. Я бы хотела сделать автомат. По словам Дениса Тимирбаева, он старается дать детям как можно больше полезной информации, чтобы ребята знали, как поступить в той или иной ситуации. А заслуженная республиканская награда – еще один показатель профессионализма. Гуляра Ситтикова, Алмаз Агбиров, Служба новостей Янаульского телевидения. В Янауле продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер в парикмахерских и салонах красоты. Напомню, что с 18 октября в Башкирии вступил в силу третий этап ограничений из-за COVID-19. Теперь предъявить QR-код о вакцинации, справку о том, что переболел или отрицательный ПЦР-тест, нужно при посещении салонов красоты, косметических, спа, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, заведений общепиток, где более 50 посадочных мест. Сегодня в городе работает комиссия. 18 октября комиссия во главе с заместителем главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Мендияровой проинспектировала более 10 парикмахерских. В основном мастера и их клиенты осведомлены о новых требованиях. Кое-где было необходимо обновить ленты для соблюдения дистанции, повесить информационные таблички о необходимости предъявления QR-кода о прохождении вакцинации. Многие посетители также в курсе последних нововведений и пришли с необходимыми документами. Все эти меры направлены на недопущение распространения заболевания и укрепление общей ответственности. Сегодня комиссии мы прошли по парикмахерским нашим городским. Многие парикмахерские подготовились, уже знают, информационные стенды имеются. Они обслуживают клиентов только при наличии QR-кода или сертификата о проведенной прививке или о справке в медотвод. Есть парикмахерские, которые еще не подготовились к этому. В некоторых парикмахерских отсутствуют информационные стенды. Также не все парикмахеры привитые сами. И есть парикмахерские, которые обслуживают клиентов, не требуя при этом QR-кода или сертификата о проведенных прививках. Такие проверки по соблюдению антиковидных мер будут проводиться регулярно, на постоянной основе. Помимо нас могут приезжать комиссии из республики, которые будут также проверять соблюдение всех этих мер. Если антиковидные меры не соблюдаются, то на индивидуальном предпринимателе или на юридическое лицо будут составлены протоколы по ст. 6.3, ч. 2 Кодекса административных правонарушений. Страфы огромные, на юридические лица от 100 тысяч. 19 октября объектами мониторинга стали вновь парикмахерские, салоны красоты и общественная баня. Здесь также проверили соблюдение требований указа главы республики о повышенной готовности. Рабочая комиссия проверила наличие дезинфицирующих средств памяток. Отработали совместно алгоритм работы учреждения с клиентами для того, чтобы избежать не только заражения, но и возмущения со стороны горожан. У каждой комиссии есть и так называемый бегунок, где отражается картина того, как соблюдаются меры в данном учреждении. 20 октября еще одна рабочая группа побывала в торговом центре и кафе. Там также проинспектировали персонал на знания и соблюдение необходимых требований. Ежедневно комиссия посещает парикмахерские Янаула, где, как правило, в небольшом помещении могут работать сразу несколько мастеров. Наличие прививки и маски – обязательное условие. Сегодня, 20 октября, мы провели рейд по осмотру нескольких заведений на предмет антиковидных мероприятий, как они выполняются. Так, например, мы проверили кафе «Версаль», торговый центр «Юбилейный», парикмахерская, сауну. Но общие замечания были на месте озвучены. В основном замечания можно устранить. Некоторые уже были устранены прямо на месте. Проинструктировали персонал, что им, как обращаться с посетителями. Какие действия должны они организовывать, какой информационный материал должен быть, какие инструкции, какие журналы, как обрабатывается дезинфекция рук в помещении, проветривание. Если обобщать, то в среднем соблюдаются. Есть, конечно, недочеты, как и везде, но будут исправлять. Даны сроки. Профилактические рейды проходят во всех общественных местах Янаула. Как отмечают специалисты, главная цель – не наказать предпринимателей, а указать на возможные недочеты и совместными усилиями остановить уровень распространения COVID-19. Асу Щепотева, Алмаз Акбиров, служба новостей Янаульского телевидения. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране составляет 8 миллионов 131 тысяч человек. В Башкортостане без малого 80 тысяч. В России более 36 тысяч инфицированных за сутки. В регионе выявили 670 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказал врач-эпидемиолог Александр Березин. По состоянию на 21 октября в Янаульском районе эпидситуация по новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной. Болеют все группы населения и из-за медицинской помощи обращаются поздно, соответственно тяжело болеют. Регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекции в Янаульском районе, к сожалению, продолжает расти стремительными темпами. За последние три недели выявлено более 600 пациентов, зараженных COVID-19, из них 10 пациентов получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. 5 больных находятся в госпитале города Уфы, остальные 517 пациентов находятся на амбулаторном лечении с легким течением заболеваниями. В Янаульском районе продолжается вакцинация населения против COVID-19. На данный момент поступило 20 531 дозы вакцины, привито первым компонентом 14 666 жителей района, вторым компонентом 12 941. В наличии имеется гам-ковид-вак, спутник лайт и эпивак корона. Ревакцинированы уже более 300 человек. Ревакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится через 6 месяцев после вакцинации путем введения вакцины спутник лайт. Спутник лайт используется также для вакцинации переболевших ковидом. Напоминаем, что приювочный кабинет работает все дни недели с 8 до 20 часов. Приглашаем и ждем населения на вакцинацию против гриппа. Поступило около 10 000 доз вакцин СОВИГРИП и УЛЬТРИКС. Прошу прислушаться жителей района в отношении вопроса вакцинации, так как в осенний период наблюдается наибольший раз заболеваемости гриппом и ОРВИ. Напоминаю, что между вакцинами должен быть обязательно промежуток не менее 1 месяца. Вакцинация проводится не только в приювочном кабинете поликлиники, но и на ФАП, СВА и организован выезд по организации. Также дополнительно работает приювочный мобильный пункт, где и производится вакцинация против ковида и гриппа. Настоятельно рекомендуем населению района продолжать соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! На совещании было принято решение проводить в школах открытые уроки для знакомства старшеклассников с рабочими профессиями. В дальнейшем планируются экскурсии на производство, чтобы юноши своими глазами могли посмотреть, как работает цех и попробовать свои силы в непростой, но интересной и востребованной работе. В завершении встречи участники предпринимательского часа обсудили промежуточные результаты проектов, рассмотренных ранее. В отделении реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья продолжает работу специальная сенсорная комната. Для нашего района это новое и востребованное место. Чему учатся вне юные и на улице смотрите далее в нашем эфире. В прошлом году проект «Волшебная комната» Центра социального обслуживания населения Альтаир стал победителем конкурса президентских грантов Российской Федерации. На выделенные средства закупили необходимое оборудование. Это уголок для релаксации, волшебный шатер с виберо-оптическим занавесом, массажер-матрас, кресло-мяч, светомузыкальный обучающий стол, наборы аутизма и стимуляции с говорящими книгами, набор для рисования на воде. В зависимости от способа воздействия оборудование обладает стимулирующим или релаксирующим действием. В условиях сенсорной комнаты детей сопровождает психолог отделения реабилитации, которая прошла курс повышения квалификации. Сенсорная комната включает в себя все необходимое для стимуляции сенсорной системы ребенка, повышение интеллектуальных возможностей, укрепление здоровья, социализация детей с ментальными и психофизическими возможностями. Эта комната действительно дарит волшебство, позитивный настрой, богатую, развивающую атмосферу. Волшебная комната позволяет создать наилучшие условия для стабилизации психо-национальных расстояний детей. В процессе занятия дети открывают для себя чувственный мир с новыми эмоциями, с новыми ощущениями. Занятие в условиях сенсорной комнаты уменьшает тревожность ребенка, способствует активизации органов чувств, активизирует творческий потенциал, улучшает сон детей. Занятия в условиях сенсорной комнаты безграничны. То есть во всех смыслах занятия действуют только положительно на всю систему ребенка. Комната выполнена в стиле «Космос», оборудована волшебный шатер, служит необыкновенным местом для релаксации, уединенности и покоя. Также важно для всестороннего развития ребенка обучение на фибероптической тактильно-акустической панели. Большой набор аутизм включает в себя все необходимое для работы с особенными детьми. Наборы музыкальных игрушек на развитие слуха, наборы для развития хватательного рефлексия, различные обучающие говорящие книги и различные игровые оборудования. Большой набор стимуляции включает все необходимое для стимуляции сенсорной системы ребенка. Сюда входит и бизи-борд со световыми механизмами, и обучающие развивающие компоненты, картинки-раскраски, конструкторы, шнуровки, плетения и так далее. Световой стол для песочной терапии тоже служит местом для психологической разгрузки ребенка. Детей обучает педагог-психолог Ульшат Гарипова. Занятия проходят индивидуально или группами по 2-3 человека. Ребята в игровой форме развивают зрение, слух, тактильные ощущения, моторику, тренируют память, запоминают цвета, фактуру и форму предметов. Преимуществом сенсорной комнаты является комплексная коррекция ребенка. На занятиях одновременно можно развивать воображение, тактильные ощущения, мелкую моторику, самостоятельные двигательные навыки. Также имеются противопоказания, к примеру, эпилепсии или тяжелые психоневрологические заболевания. В особых случаях занятий проводятся только по назначению лечащего врача. И, конечно же, каждому вне зависимости от возраста требуется индивидуальный подход. На начальном этапе мы занимаемся минут 10, а потом уже смотрим, как это отражается на самочувствии ребенка. Возрастных ограничений нет. Самому младшему из тех, кто посещает мои занятия, не исполнилось и года, а старшему уже за 18 лет. Со всеми я с удовольствием работаю и очень радуюсь тому, что вместе мы достигаем хороших результатов. У нас ребятки любят играть на песочке. У нас называется песочная терапия. Они здесь отдыхают, расслабляются, рисуют по воображению. Проект социально значимый. Он позволяет улучшить психическое, эмоциональное и физическое состояние ребенка. Как отмечают авторы проекта, родителям и детям нравится занятие в сенсорной комнате. Мой ребенок ходит давно уже. Сейчас ребенку уже 13 лет. Мы ходим после школы. Ходит с удовольствием, посещает кружки, массаж, магнитные комнаты, электрофорезы. Также посещает кабинет психолога, где у нас есть сенсорная комната. Они там отдыхают, расслабляются. У нее первый раз, когда поставили эту комнату, появилась такая комната. Первое впечатление у нее было, она восторгивала, спокойная была. И там очень сильно расслабляется ребенок. Поэтому эта комната нам очень нужна, потому что для психики это очень хорошее. В настоящее время волшебную комнату посетили уже 228 детей. Реализация проекта рассчитана до конца ноября этого года. Однако и после ее завершения сенсорная комната будет работать в обычном режиме, помогая интеллектуальному развитию и адаптации в большом мире юных янаульцев. Гульна Россия, Тиква Алмаз Акбиров, служба новостей Янаульского телевидения. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя. Встретимся сразу после выходных. 24 октября ожидается пасмурная погода. Возможно, небольшой дождь. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 5, плюс 7 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается улочная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8,13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Днем плюс 5, плюс 10 градусов. Продолжение следует... 27 октября в среду в межпоселенческом культурно-досуговом центре города Янаула Ждем вас на выставку продажи шуб производства города Казани. Огромный выбор шуб из норки и муклона. Акция. Приносите любую осенне-зимную одежду и получите скидку до 20 тысяч рублей на новую шубку. При покупке норковой шубы – эко-шуба в подарок. Также можно оформить рассрочку без процентов и переплату на 36 месяцев без первоначального взноса. Рассрочка предоставляется от ЭПБанка. Генеральная лицензия Банка России номер 2766 от 27 ноября 2014 года. Подробности об акции уточняйте у продавцов. Организатор – УКВ Михайлов, Руслан Алексеевич. УГРН 319-169-400-86-94. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Уважаемые жители Янаульского района, приглашаем вас принять участие в розыгрыше призов в рамках акции «Всей семьей за вакцинацию». Розыгрыш проводится среди семей, принявших участие в вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Среди призов – бытовая техника, абонемент в бассейн, тренажерный зал. Пригласительные билеты в музей на концерт в Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Сено-дрова-перегной». Спеши, и, возможно, именно ты станешь обладателем отличного подарка. Справки по телефону 543-34. Это миф. По статистике, 99% людей переносят вакцину без тяжелых последствий. И мы среди них. Статистика – это мы. Статистика сильнее мифов. Вакцинируйтесь. Неисправная электропроводка – одна из основных причин пожара. Неправильная эксплуатация печей – одна из основных причин пожара. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь позаваться. И не забудь позаваться. Создавайте вас, друзья. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Уважаемые прошлые, а вы чего не были? Добро пожаловать. Каждый день мы думаем о будущем. Совершаем сотни простых поступков. Принимаем сотни обычных решений. Находим время для важного. Мы не можем изменить настоящее. Но своими поступками мы создаем будущее. Всероссийская перепись населения. Такой простой, но такой важный поступок. Теперь и в цифровом формате. Создаем будущее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...